Всем доброго дня! Это Аркадий, мы в Канаде. Сегодня продолжаю нашу рубрику знакомства с канадскими продуктами. Буквально несколько дней назад в инстаграм я выставил фотографии вот с такими непонятными палками, их там много в магазине, и задал вопрос, кто знает, что это такое? Не было ни одного правильного ответа, поэтому кто не подписан на мой инстаграм, переходите, вы узнаете о Канаде гораздо больше, чем вы думаете. Итак, этот корнеплод можно купить в свежем виде, он такой волосатый, а можно купить, как у меня, в вакууме. Если вы смотрели мои другие видео с рецептами, то вы обратили внимание, что я люблю все уже там промытое два раза, почищенное, где за меня половина работы сделана, но вот так уж мне нравится. Давайте его распакуем. Так, ну вот тут он у нас сломанный из двух частей оказался. Видите, он в вакууме и вот с такой штукой, которая убирает вишнюю влагу. Почему это важно? Поскольку, когда он почищенный, этот корень очень быстро темнеет. И название этому растению очень простое. Это корень лопуха. Он еще называется японский корень гобо, он еще называется овощной лопух, но не нужно мне, пожалуйста, писать, что вы опять готовите китайскую еду, вы готовите японскую еду. Это все неправда. Мы готовим канадскую, североамериканскую еду. Он очень широко культивируется в Северной Америке. И поскольку в Канаде многонациональное население, сегодня мы с вами приготовим этот корень лопуха из продуктов, которые пришли к нам из Канады, из США, из Азии. И вы увидите, что можно приготовить из него очень много всего, если вас интересует этот продукт. И еще мы с вами сделаем мукбанг. То есть, если вы помните, что это мы будем есть и одновременно разговаривать. Я хочу обсудить очень короткую тему, буквально о необходимости принятия нового при переезде в Канаду, при переезде в другую страну. Я уверен, что некоторые мысли, которые я выскажу, они будут полезны многим из вас, поэтому смотрите до конца. Сегодняшний рецепт я взял у одного из блогеров по Японии. Для тех, кто заинтересуется, досмотрит до конца. В конце я озвучу, куда переходить, если вам интересны ее другие рецепты. Давайте начнем. Несмотря на то, что наш корень продается чищенный и вымытый, но здесь все равно, видите, такие волоски остались. И я их чищу. Некоторые оставляют. И на самом деле, вы посмотрите рецепты, они есть, когда там черные точки на нем и так далее. Мне это все не нравится. Мне нужно, чтобы продукт был полностью чистый. Ну и заодно на такой большой корень почистим две средние моркови. Теперь его нужно нарезать. Посмотрите, он такой получился склизкий. Я даже не знаю, правильно ли говорить такое слово. Вообще его стругают, но я порежу на такие, ну, примерно, скажем так, одинаковые полосочки. И все это нужно очень быстро помещать в воду, поскольку иначе он начнет темнеть. Морковь нарежем чуть-чуть помельче. Я ее промокнул немножечко, чтобы она была сухая, поскольку нам ее нужно будет класть на сковородку и обжаривать. Давайте такой соломкой. Почему помельче? Дело в том, что она пойдет тушиться вместе с гобом, но она более жесткая. И ей нужно будет больше времени, если мы их сделаем одного размера. Итак, следующий продукт. Это обычное подсолнечное масло. Как видите, канадский продукт. Ничего здесь японского, китайского. Многие кладут всякие там фельдеперсовые масла с запахами. Я люблю использовать только подсолнечное. Хотя в Канаде самое популярное, и оно тоже без запаха, это рапсовое масло. Масла я добавил всего где-то 2 столовые ложки. Блюдо будет и так достаточно жирное. Вы увидите в конце почему. И первым делом обжариваю морковь. Сковорода уже начала нагреваться. И попробуем сначала с моркови. После того, как морковь немного обжарилась и отдала немножко цвет в масло, мы добавляем наш корень лопуха. Я с него слил воду предварительно. Надо было его, наверное, еще немножко обмакнуть. Но ничего, сейчас эта вся вода выпарится. Заметьте, что он должен лежать всегда в холодной воде. То есть вода должна быть холодная. Он немножко отдает вот такую слизь. Поэтому не пугайтесь. Все в порядке. Он нормальный, свежий. Он такой и должен быть. И, видите, корешки чуть-чуть остались. Не переживайте. Многие вообще с этими корешками обжаривают его и черные точки оставляют. Я просто это убрал. Но это моя тема. А теперь жарим все это до полуготовности. Следующий продукт. Мы добавим корень лотоса. Я могу сказать, что это произведено в Китае. Но в Канаде он тоже довольно популярный. Конечно, больше в ресторанной еде вы его встретите. Но и дома его можно использовать. И опять же, я взял его не сырой, да, с полки в магазине, а в пакете. И он здесь уже немножечко мягкий. Поэтому мы его добавляем последним. Он довольно мелкий. Сильный вкус он не имеет. Я его разрежу наполовину, чтобы он остался таким хрустящим в нашем блюде. И попробуем его. Ну, наверное, добавим его весь туда. Постарайтесь, чтобы минимально влага попадала вместе с овощами. И они у вас все-таки обжаривались сначала, а не сразу тушились. Пока готовятся наши овощи, мы подготовим мясо. У нас можно купить говядину. Видите, я вас предупреждал. Она будет жирная. И она уже нарезана вот такими тонкими ломтиками. Естественно, вы можете это сделать самостоятельно. Сами нарезать кубиками, как вы хотите. То же самое касается корня лотоса. Я не призываю всех использовать именно этот корень лотоса. Но вот говядину я разрежу на такие крупные кусочки, чтобы она все-таки чувствовалась и не потерялась в нашем блюде. Таким образом мы ее подготовим. Жира будет много, но это не свинина. Я могу сказать, что это блюдо я бы все-таки отнес, наверное, к фитнес-блюдам. Поскольку сам корень лотоса и корень лопуха, они очень полезны. Почитайте про их пользу, вы будете удивлены. И что касается говяжьего жира. Да, он, конечно же, будет, но здесь не так много, как, например, утиный жир или свиной. Я бы, конечно, не стал делать на двух скородах. Но из уважения к рецепту убираем овощи на полуготовности. Видите, они у нас такие подрумяниные. И на этом же масле здесь же мы обжарим мясо. Мясо я выложил килограмм. То есть всю вот эту упаковку, которая у нас была, можно, конечно, поменьше. Но я скорее мясоед, поэтому у нас будет блюдо насыщенное. Пока обжаривается мясо, давайте расскажу вам про специи. Поскольку блюдо мы делаем по рецепту блогера Окси Токио. Окси, спасибо тебе за рецепт. У меня, в принципе, есть полный набор японских специй. В Канаде купить их не проблема. Если не в любом супермаркете, то в каком-то следующем. Но используют, что мне нравится, конечно же, это вино рисовое. Используют саке. Да, то есть, ну, это у нас китайское, это японское. Естественно, соевый соус. Да, то есть без соевого соуса никуда. И вот еще такая приправа, она называется Даши. И вот именно эту приправу я не буду использовать в своем блюде. Поскольку Даши, это такой, ну, грубо говоря, рыбный бульонный кубик. Да, то есть он из рыбы и водорослей. И он дает очень сильный запах. Я не люблю смешивать мясо и рыбу. Дело в том, что Даши японцы кладут. Ну, и вообще азиаты много очень используют рыбного соуса. Если вы придете в канадский магазин таких вот именно восточных продуктов, вы увидите, ну, я не знаю, наверное, 75 видов разного рыбного соуса. Это сухая приправа. И он такой порошочек, очень сильный вкус имеет. Я буквально, ну, не знаю, позавчера-вчера готовил рыбные котлеты с лобстерами. Не буду вам их показывать, это отдельная тема. И вот туда, да, шашлоп прямо супер. В говядину рыбные бульоны, рыбные кубики я добавлять не люблю. Итак, мясо почти готово. Выкладываем назад наши овощи. И все это будем сейчас протушивать вместе со специями. Обратите внимание, я не добавлял ни чеснок, ни черный перец, ни лук. Естественно, вы все это можете сделать, если вы это готовите не на японский манер, а на русский манер. Моя задача вам рассказать про корень лопуха. Я не столько здесь рассказываю про японскую кухню, хотя она мне нравится, она мне интересна. А многие думают, что японская кухня, она ограничивается суши. И поэтому мне приятно вас познакомить вот и с продуктом таким, и с тем, что мы готовим из японских блюд. Итак, мы замешиваем наши соусы. Это соевый соус. Я положу его побольше. У меня столовые ложки большие. Я прямо две с горкой столовые ложки сделаю, поскольку мы не добавляли туда никакую соль. Рисовое вино. Мерин его еще называют. Но, в общем, оно очень слабенькое. Алкоголя в нем почти нет. Оно больше дает аромат. Его нужно три ложки, немножко больше. Ну и саке, сам алкоголь, он у нас выпарится в итоге. И он дает такие нотки, ну, скажем так, больше, как, наверное, усилитель вкуса работает в наших соусах. Тоже его три ложки. Все это мы слегка перемешиваем и заливаем эту смесь в наше мясо с овощами. Ну и в завершение наших специй добавляем немного кунжутного семени. Оно будет очень хорошо смотреться в нашем блюде. Все, пока мы добавляли семя кунжутное, алкоголь выпарился. И теперь мы просто накрываем это крышечкой и минут на семь оставляем дотушиться. И закусок у нас кимчи. Салат чука из водорослей. Ну, немножко имбиря здесь просто для вкуса. Я себе такой соус сделал. Объясню вам почему. В нашем основном блюде все вроде бы сбалансировано. Но вот именно корень лотоса, вот эти вот кругленькие штучки, они не вбирают в себя вкус мяса, вкус овощей. Они имеют свойство оставаться такими же пресными, какими они и были. И поэтому я его буду макать в свою небольшую смесь из уксуса с капелькой соевого соуса. Мне так больше нравится. Итак, давайте все это попробуем. Я вам скажу так, что мясо просто обалденное. Я ем палочками, кстати, обратите внимание, опять же, канадской мультикультурности. Палочки у меня корейские, я ем металлическими палочками. Мясо вот именно вобрало в себя вкус всех соусов и перемешалось с овощами. Просто великолепно получилось. Но наше блюдо про лопух. Лопух наш стал мягким. Он приобрел такую текстуру, я бы даже сказал, не картофеля, а каких-то овощей. То есть, ну, понятно, что это корнеплод, но это не картошка, это что-то другое. Вкус просто потрясающий. А корень лотоса, он действительно вкусный, он очень полезный. Почитайте и про лопух, и про корень лотоса. Но я его должен сдабривать еще соусами, поскольку мне он кажется немножко пресноватым. И он такой хрустящий. Морковь вообще разошлась, потерялась здесь в блюде. Для тех, кто любит поострее, кимчи всегда с нами. Мы едим его здесь очень много. При промышленном производстве в кимчи добавляют тоже рыбный соус. И это не подходит тем, кто является вегетарианцем и веганами. Поэтому, ну, скажем так, в моем круге общения в Канаде здесь много вегетарианцев. Поэтому приходится кимчи покупать либо специализированные, либо людей предупреждать, что это с рыбным соусом, это без рыбного соуса. Корень лотоса в ресторанах чаще всего встречается вот таким вот подсушенным немножко, чтобы он хрустел в блюдах. Но у нас он и так хрустит, хотя вот зажаренный кусочек один такой достался. Теперь наш мукбанг. Буквально несколько минут я хотел обсудить с вами тему необходимости принимать что-то новое. Вот я уверен, многие посмотрят это видео и скажут, ну что он нам показывает, как мы это будем готовить. У нас же нет таких продуктов. Никто это в Канаде не ест. Это азиатская еда, ее привозят азиаты. Например, на самом деле мой посыл состоит в том, что, друзья, если вы приехали в эту страну, будьте готовы познавать новые культуры. Почему? Я, например, общаюсь с людьми, которые здесь некоторые 10-15 лет прожили, но они жили всегда вот внутри своей семьи. Они никогда здесь не учились в колледже, в университете. Они не понимают, что такое общаться с людьми из разных стран. Они не жили в холмстее, да, в канадской семье. Они не знают, кто что готовит. И эти люди в культурном плане, они очень много теряют. Канада уникальна тем, что сюда можно приехать и узнать столько всего нового, столько всего интересного. Несмотря на то, что у меня вот здесь на заднем плане, вы видите там какой-то хрусталь, похож на русский. Ну, неважно. В общем, это как бы из прошлой жизни. На самом деле, это все тут куплено у итальянцев. Они тоже это любят. Но мне повезло, то, что я всегда работал с людьми из разных стран. С бразильцами, с корейцами, японцами, немцами. Ну и, конечно же, с людьми, рожденными в Канаде. И смог впитать по чуть-чуть всего. Поэтому, наверное, мои взгляды на плюсы и минусы Канады, на политику Канады, на то, что здесь плохо, а что здесь хорошо, они иногда кардинально отличаются от того, что вы можете услышать в русскоязычной среде или, ну, не дай бог прочитать на русскоязычных сайтах, в группах на Фейсбуке, где обсуждают проблемы Канады. Основное, что стоит понимать, новое – это не значит плохо. Новое во всем. Налоги, медицина, политика, воспитание детей. Да, вы узнаете много-много нового. Есть смысл ехать для того, чтобы открыть свои горизонты. Да, Канада поддерживает развитие всех малых культур. Сейчас вот в Торонто буквально проходит фестиваль Карибана огромный, на который я в очередной раз не попадаю, где можно всякую карибскую, ямайскую и так далее культуру узнать. И вот, ну, буквально вчера в комментариях написали, когда я рассуждал про эмигрантов, мне написали, ну, что ты, неужели не понимаешь, о чем ты говоришь? Плохо – это черные эмигранты. Ребят, я такие комментарии, ну, я могу на них сказать только одно. Вы говорите то, о чем вы не знаете, и то, что вы не понимаете и не хотите понять. Даже если вы здесь прожили 20 лет, вы остались все еще там, вот в том постсоветском информационном пространстве. И я никого не призываю меняться, да, становиться другими людьми. Но я призываю к тому, что нужно раскрыть глаза, мыслить шире. Если у вас есть какие-то предубеждения насчет людей черного цвета кожи, или там латино, или еще что-то, постарайтесь лучше пообщаться с ними, познакомиться, узнать больше. Если у вас есть предубеждения о том, что японская еда – это только суши, постарайтесь пообщаться с японцами, узнать больше про японскую еду. Если вы думаете, что немцы в Канаде – это только те, кто уехали сюда по религиозным соображениям и хотят там ходить в чипцах и не пользоваться электричеством, пообщайтесь с немцами, вы узнаете, какое количество образованных сюда людей приезжает из Германии. Во многом поэтому Канада нацелена на то, чтобы приглашать сюда больше молодых людей, да. То есть молодежь с открытыми мозгами познавала, узнавала что-то новое. И не только максимальную пользу приносила для страны, но и создавала вот это дружелюбное, открытое общество, к которому стремится Канада. Все, спасибо всем огромное за просмотр. Буду рад вашим комментариям. Обязательно ставьте лайки, если досмотрели до конца. Как обещал, называю канал Окси, Окси Токио, где она готовит всякие японские штуки, живя в Японии. И буду рад общению с вами. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!